Друзья, сколько раз вы слышали миф о том, что шипованная резина подходит для суровых северных заснеженных регионов, а вот липучка подходит для теплой южной зимы? Я расскажу в этом выпуске, что это все маркетинговые уловки и все в корне отличается от правды. И если вы до сих пор мучаетесь с выбором шипы или липучка, то, наверное, это видео не для вас, оно вас еще больше запутает. А для тех, кому это интересно, приятного просмотра. Погнали! Итак, шипы или липучка. Это два лагеря людей, которые никогда не придут к единому мнению и будут всегда спорить. Либо то, либо другое. А вот что вы выбираете? Вот сейчас поставьте видео на паузу, перейдите и ходите вниз и напишите, шипы либо липучка, и почему именно, обоснуйте, почему выбираете то или иное. А я потом все прочитаю. Давайте сделаем такой народный рейтинг. Пишите здесь. И ведь действительно бытует такое мнение, которое передается из поколения в поколение, из гаража в гараж о том, что если у вас суровая зима, если у вас выпадает много снега, лютые морозы, то обязательно одевать нужно шипованную резину. Только она может помочь при этих погодных условиях. А вот липучку нужно одевать, но если у вас там легкая зима, если у вас тепло и практически не выпадает снега, то тогда нужно одевать липучку, чтобы не шуршать вот этими вот шипами и не разрушать дорожное покрытие. И это мнение нам навязывают маркетологи. А знаете почему? Потому что все производители зимней резины, они производят как шипованную резину, так и не шипованную резину. Не шипованная, но это та же самая фрикционка, та самая липучка, но тоже зимняя резина. И им нужно продавать как одну, так и другую. И поэтому здесь начинаются вот эти танцы с бубном, уже выдумываются новые маркетинговые ходы для того, чтобы реализовать и ту, и другую резину. Все мы видели вот эти тесты, когда одевает на автомобиль сначала шипованную резину, потом не шипованную, и имитирует торможение по гололеду, катая автомобиль по заснеженной накатанной дороге. Но когда мы видим вот эти тесты на торможении, нам почему-то не особо говорят о температурном диапазоне, в котором проверяли данную резину. И тут начинаются первые маркетинговые уловки, чтобы продать вам ту или иную резину. Как правило, показывают в этих тестах, что шипованная резина останавливается намного быстрее, чем не шипованная резина. И все говорят, конечно, смотрите, шипованная резина как хороша в мороз, а вот липучка, она проедет намного дальше. Но опять же, в рекламе не шипованной резины. Производители говорят, что данная покрышка останавливается на 15-20% лучше, чем другие аналоги и другая зимняя резина. Как так может быть? Но мы будем ссылаться на тесты одного очень авторитетного издания. Это авторитетное издание, он же журнал, проводили свои исследования. Они взяли несколько видов шипованной резины, несколько видов не шипованной резины и проводили при различных одинаковых условиях. Именно тест на торможение. И когда проводились исследования, при минус 5 градусах побеждала всегда шипованная резина, потому что она останавливалась гораздо быстрее и можно было стартануть на зимней дороге гораздо быстрее. В этом плане липучка проигрывала. Но когда столбик термометра задержался на температуре минус 15 градусов, то шипованная резина и липучка показывали абсолютно одинаковые результаты. Даже в каких-то моментах выигрывала липучка. И далее при температуре минус 20 градусов, когда столбик термометра опускается все ниже и ниже, уже начинает выигрывать липучка. Именно липучка показывает лучшие результаты. Да плюс к тому, при температуре ниже минус 20 градусов, лед становится настолько твердым, он становится практически как бетон. И шипы уже не могут пронзить его, не могут поцарапать этот бетон, это покрытие. И поэтому они просто скользят как по голому асфальту. И поэтому в этом плане дубовая шипованная резина намного хуже, чем вот такая эластичная липучка. Все потому, что шипованная резина сделана из более такого, так скажем, дубового материала, который при понижении температуре уже не так размягчается и не так эластичен, так скажем. Все из-за конструкции, потому что, чтобы внедрить туда шип, нужно резину сделать намного грубее, иначе шип не будет задерживаться в теле протектора. А вот липучка уже сделана из более мягкого материала, и у нее гораздо больше ламелей. Именно вот этими ламелями она и цепляется за морозную дорогу. Это напоминает лапы геккона, которые цепляются своей ребристой поверхностью, большой площадью и могут цепляться даже за стекло. Сейчас, наверное, трипофобы вздрогнули, когда увидели вот эту лапу. А если у вас нет трипофобии, то вам даже и не надо знать, что это такое. Но маркетологи, которые продают шипованную резину, нам этого никогда не скажут. Они покажут нам тесты, которые проводились при минус 5 градусах. И они скажут, да, у нас наша резина работает до минус 50 градусов. Но никто никогда не скажет, что при минус 50 не шипованная резина вот эта вот покажет себя намного лучше. Итак, у меня сейчас в распоряжении два комплекта зимней резины размера 225-65 на 17. Это, наверное, автомобиль RAV4. И здесь шипованные у нас, что это такое, ТОЯ. И здесь у нас ВИАТИ, то есть Корея против нашей отечественной производителя. Это у нас шипованная резина. Она походила один зимний сезон, и мы видим, что шипом немножечко потрепало вот здесь посадочное место. Но все шипы на месте, все отлично. Один год она отходила. Но здесь мы видим, что на один вот такой вот квадратик протектора мы имеем всего лишь две ламели, которые не такие у нас и мягкие. Если мы возьмем липучку, то мы видим, что на один квадратик у нас идет здесь шесть ламелей. И получается, что вот эти вот именно шесть ламелей, они будут все цепляться за лед, будут намного эластичнее и будут тормозить, и будет торможение намного эффективнее на заснеженной и на ледовой дороге, но при температуре минус 20 градусов. Итак, а теперь на основе всего вышесказанного я попробую развеять мифы о зимней резине. Шипы помогают на заснеженной дороге. Многие почему-то считают, что шипованная резина будет лучше, когда нечищенная дорога, когда накатанный снег, и типа шипы сцепляются чем-то. Скажите, пожалуйста, как шипы могут сцепляться за рыхлый снег? Они никаким образом не помогут. Здесь уже будет помогать вот сам рисунок протектора. К примеру, мы можем взять резину с грунтозацепами. На ней нет шипов, но она абсолютно одинаково преодолевает как рыхлую землю, так и рыхлый снег. И любые сугробы ей нипочем. И на основе этого можно сказать, что рисунок протектора решает на заснеженной дороге, а не шипы. Далее, липучку лучше использовать в южных регионах. Да, действительно, ее можно использовать в южных регионах, где совсем нет снега, и вы ездите по голому асфальту. Но липучка покажет себя намного лучше в сильный мороз при минус 30 и при минус 40 градусах. Я думаю, мне сейчас в комментариях люди напишут, на чем ездят, на какой резине ездят на Крайнем Севере. На шипованной или на бесшипованной резине? Шипы очень хорошо помогают в гололед. Шипы, конечно, были созданы для того, чтобы цепляться своей структурой за поверхность льда. Но если этот лед будет слишком твердый, как при температуре, примерно, минус 30 градусов, то цепляться она как таковой не будет, она будет просто проскальзывать по поверхности этого льда. И получается так, что шипы помогают при температуре минус 5-10 градусов, когда лед не такой твердый и он очень мягкий, она пронзает и отталкивается от этого льда. Но опять же, при сильном гололеде, особенно при температуре ближе к нулю, когда на поверхности льда присутствует еще и вода, вам шипы тоже не помогут, если вы едете слишком большой скоростью. Вы будете тормозить и будете катиться просто как на коньках. Здесь нужно выбирать скоростной режим, и только тогда шипы вам помогут. Вот именно остановиться и правильно тронуться с шипами. Здесь уже при этой температуре, при гололеде, вам липучка не особо поможет. Здесь она как раз таки проигрывает. Шипы скользят на голом асфальте, поэтому лучше использовать липучку. Но здесь уже исследования показывают, что торможение на голом асфальте, что у шипов, что у липучки одинаковое. То есть тормозной путь одинаковый. И именно поэтому советуют, когда бесснежная зима, когда вы ездите по чистой дороге, использовать липучку только потому, что она не будет царапать поверхность, она не будет снимать маленький слой асфальта. И эти шипы за зиму, за 6 месяцев срезают 1 см асфальта. Ну, а точно это шипы снимают слой асфальта? Ну, конечно, это доказанные вещи. Ну, конечно, не сантиметр за год, но небольшой слой асфальта будет сдираться. И последний миф. Шипы всегда будут лучше, чем липучка. Но здесь мы выяснили, что это действительно миф, потому что в сильный мороз и на заснеженной дороге липучка может показать себя даже гораздо лучше, чем шиповая резина. Так что выбор все-таки будет стоять в любом случае за вами. Я вот в этом году решил попробовать поставить бесшипованную резину по одной простой причине. Сейчас я вам покажу. Шипованная резина очень шумная, именно поэтому я хочу выбрать бесшумную резину. Итак, а в следующих выпусках я хочу разобрать еще несколько фактов о резине, о зимней резине и почему камера может быть лучше, чем бескамерная резина. Об этом поговорим в следующих выпусках. Ну вот мы и разобрались, что не вся зимняя резина хороша, не вся шипованная резина хороша, а я вот в дальнейшем хочу проверить, провести эксперимент прокатиться и на шипованной резине, и на липучке, и провести несколько тестов. Так что подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Я еще хочу взять некоторые другие производители и их тоже обкатать, их тоже проверить при нашей такой не очень-то суровой зиме. Мне интересно, изменилось ли у вас мнение о шипах или о липучке? Напишите в комментариях, мне тоже будет интересно. Ну а если ты не хочешь пропустить следующее видео, обязательно поставь лайк, нажми на колокольчик, и тогда это видео выйдет вам в рекомендации. И отправьте это видео друзьям, те, которые сомневаются, какую же резину выбирать, шипованную или не шипованную. Ну и все на этом. Будьте добрее на дорогах, не скользите на льду. Всем пока! Шипованная резина очень шумная.